В этом парке «Дружба народов» отметили День осетинского языка и литературы. Праздник был учрежден в мае 2003 года. Он посвящен выходу в свет жемчужины осетинской поэзии сборника «Ирон Фандыр. Осетинская лира» поэта Кастахи Тагурова. Стихи опубликовали в мае 1899 года. Поэтому День осетинского языка и литературы отмечают именно в этом месяце. В Самарской области уделяют большое внимание сохранению национальной культуры всех народов, проживающих в регионе. Все национальные культурные центры, объединения, все стараются, чтобы язык, культуру они никогда не забыли. Обычай. Мы, Россия, этим богаты. Поэтому надо стараться, надо все делать для того, чтобы сохранили языки культуры. И хочу сказать, что огромное спасибо и руководству области, и города, и все большое внимание уделяют для этого. Активистов наградили дипломами и благодарностями за активную работу и вклад в развитие национальной культуры. Праздник организовали при поддержке администрации города в рамках взаимодействия органов местного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций. В программе национальные танцы, песни, стихи на осетинском языке, а также народные обряды. В год семьи зрителям показали, как в Осетии проводят свадебный обряд. Свадьба у нас проходит в двух фамилиях, и в фамилии мужа, и в фамилии девочки. Да, девочку готовят. Свадебный мужская сторона собирает целый кортеж, который поедет за невестой. Они приезжают, приносят дары. Обязательный атрибут – это очаг, он должен присутствовать, поэтому к очагу подводят невесту. Прощается она со своим домом именно в этом месте. Конечно же, современность свои коррективы вносит, но традиции неизменны, и мы пытаемся их сохранить, и свадьбы наши проходят так же. Осетины бережно пронесли через века свое яркое самобытное искусство и готовы поделиться им с представителями всех народов. Светлана Кудрявцева, Валерий Майоров. События.